Игорь Чуленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии. С нами на связи, Игорь, приветствую вас. Добрый день, здравствуйте. Да, Игорь, ну, тема развивается, развивается этот вопрос, и не просто развивается, сегодня и власти Польши дали свое фактическое разрешение вооруженным силам Украины наносить удары по объектам на территории России с помощью польского оружия. Об этом заявил замглавы Минобороны страны Цезарь Томчик. Я процитирую, позиция Польши заключается в том, что не должно быть никаких ограничений в этом отношении. Украина должна иметь возможность воевать с той техникой, которую она получает, потому что она получает эту технику, чтобы быть эффективной, сказал Томчик в эфире Радио Зет. Вот такая вот история, то есть все больше тех появляется, кто присоединяется к компании Макрона, Столтенберга и так далее, тех политиков, которые выступают как раз в этом вопросе за, вот тут у нас в нашем материале прозвучала цитата, это ненормально, что украинцы воюют с одной рукой за спиной. Как вы считаете, все-таки появится в ближайшее время у Украины возможность воевать все-таки с двумя руками, не за спиной, а вот так вот открыто? Как вы видите эту ситуацию? Потенциал для этого, конечно же, есть, благодаря динамике позиции наших партнеров, благодаря часам переговоров, консультаций и доведения реальной информации непосредственно о ситуации на фронте, о том, чего можно было бы достичь в плане защиты наших государственных границ. И вполне очевидно, что новое нападение на Харьковскую область, которое совершила Российская Федерация, в том числе используя группировку «Север», было бы невозможным, если бы мы имели возможность бить дальнобойным вооружением, которое предоставляет для нас западные страны. Второй момент, конечно же, это запуск КАБов, управляемых авиабомб по наших городах, по нашим территориям. И таким образом мы понимаем сейчас, что именно более активное поражение целей на территории агрессора. И я хочу подчеркнуть, что речь не идет о разрешении бить по России. Нет, речь идет исключительно о возможности полностью использовать международное право с точки зрения самообороны государства, которое ощущает на себе агрессию. Поэтому нейтрализация военных объектов агрессора, где бы они ни находились, это полное право государства, которое обороняется. Фактически это право дает нам и 51-я статья Устава ООН, и Конвенция о правилах и обычаях войны 1907 года. Поэтому в данном случае действительно нужно убирать красные линии, которые были начерчены самым Западом, и которые, по сути, ну, они висят в воздухе, и это ограничение лишь для самого Запада, и этим пользуется непосредственно российский агрессор. Игорь, ну, каждое государство, да, это тоже логичная история, из-за почки, передавая Киеву то или иное вооружение, само фактически определяет, да, потому что тут тоже нет консенсуса как такого, но само определяет условия его применения. Только для цели на территории Украины мы тут можем вспомнить все-таки Италию и, например, то, что недавно говорила премьер-министр госпожа Милонев, что все-таки, ну, она бы остерегалась таких решений, да, и удара по территории, имеется в виду по военным целям даже на территории Российской Федерации, используя западное оружие. Ну, а, например, есть Великобритания, которая, да, свое разрешение в отношении удара по военным объектам территории России не единожды озвучивала. Вот сегодня вот мы тоже, я уже вспоминала и то, что говорил Макрон, и сегодня Польша добавляется к этой как раз кампании, да, этих стран. Но все-таки вторая позиция еще там до какого-то момента, наверняка, вот как вы сейчас говорите, в отношении Харькова, Харьковской области, то есть до 10 мая, вот вторая позиция, как ведет себя Великобритания в этом вопросе, она все-таки была более исключением, да, скорее всего, исключением, нежели, ну, скажем так, правилом, которое использовала и реализовывала Украина. Сейчас эта ситуация, судя по всему, может поменяться. Тут уже Йенс Толтендер, да, генсек НАТО озвучил, что это необходимо Украине дать такое разрешение, дать такую возможность. Я не хочу говорить разрешением, само слово, вот возможность, возможность, да, которую Украина могла бы реализовывать и открыто реализовывать. Но есть Соединенные Штаты Америки. Я сейчас не буду напоминать, да, Антони Блинке несколько раз озвучивал, как это может выглядеть. Я вот даже вот 15 мая напомню, единственное, что тогда сказал госсекретарь США, мы не поощряли, не давали добро нанесению ударов за пределами Украины, но в конечном итоге Украина должна сама принимать решение о том, как и вести эту войну. Ну, скажем так. Нельзя, но можно, по сути. Да, но иногда, смотря на то, что предоставляют Соединенные Штаты Америки, те пакеты военной помощи, иногда складывается впечатление, что это такое, ну, все-таки тихое согласие. Потому что, ну, есть очень часто то, что мы называем из списковой номенклатуры, то, что можно использовать фактически, да, ну, то есть оно долетает. С другой стороны, все-таки наверняка Украине необходимо было бы, чтобы или Антони Блинкен, или представители Белого дома, все-таки четко бы озвучили, как они видят эту ситуацию. Как вы видите, пойдет ли США на то, чтобы озвучить громко и официально, да, такое, предоставление Украине такой возможности? И, скажем так, по вашему мнению, что могло бы подвигнуть Соединенные Штаты Америки к озвучиванию такого решения? Если говорить именно о публичной позиции, я сомневаюсь, что официальный Вашингтон будет собирать брифинг и говорить, что вот мы разрешили бить по Российской Федерации. Все-таки два ядерных государства. Есть вопросы, действительно, там, столкновения двух государств, чего очень не хотят видеть непосредственно в США. Но, тем не менее, действительно, вы правы. В данном случае надо смотреть на номенклатуру, которая передается Украине. И, как мы видели в ситуации, например, с фугасными атакам, которые бьют на около 300 километров, все-таки у нас со Штатами интересная такая формула информирования о использовании вооружения. То есть, втихую передать оружие, потом условно 3-4 недели говорить, что нет, нет, надо еще провести переговоры. А потом, после использования этого вооружения, фиктивного использования, ну, потом уже является подтверждение где-то официальное, где-то неофициальное. Но, тем не менее, мы понимаем, что даже если и будут сняты рестрикции на использование дальнобойного вооружения вне пределов международно признанных границ Украины, то об этом Россия узнает непосредственно состояние своих военных объектов. Плюс я хочу подчеркнуть, что Украина уже прошла тест на адекватность использования силы касательно военных объектов РФ. Мы это подтвердили рядом успешных дроновых атак и Главного управления разведки и службы безопасности Украины, где мы показываем четко, какие объекты мы поражаем, с какой целью это происходит. То есть Запад прямо увидел, что мы не собираемся отходить от этой тактики, но, к сожалению, нашими дронами не решить те задачи, которые стоят непосредственно у нас сейчас возле наших границ. Поэтому нам и необходимо это вооружение. Я думаю, что все-таки Соединенные Штаты, чем ближе мы будем подходить, например, к теме подписания соглашения о безопасности между нашими странами, чем ближе мы будем подходить к саммиту НАТО в Вашингтоне, тем эта позиция будет модернизироваться. Да, вот мы сейчас вспомнили Соединенные Штаты Америки, я назвала еще ряд стран, в отношении которых есть уже решение, то, что озвучивают официальные лица. Также хотелось бы Швецию тут вспомнить, но есть все-таки немножечко хочется тоже озвучить, разобраться. На прошлой неделе еще появилась информация, но все же это сообщение было в шведских СМИ, что якобы Швеция дала все-таки разрешение применять свое оружие по территории Российской Федерации. Об этом написало издание, я думаю, что правильно назову, Халлен Спостен, со ссылкой на комментарий министра обороны страны Пола Йонсена. Но дело в том, что все-таки официальное заявление найти невозможно по этому поводу, подтверждающее такое разрешение, такую возможность для Украины. Все-таки это комментарий одному СМИ в формате признания права Украины на применение западного оружия по России. Но вот такого официального решения еще все-таки Швеция не поступала. Хотя вот то, что Швеция предоставляет Украине, я тоже посмотрела, здесь все-таки есть то типо вооружений, которое мы получили от Швеции с момента как раз полномасштабного вторжения, которое можно было бы использовать для ударов по территории России. Ну что там, помимо «Леопардов-2» опять то, о чем мы часто очень говорим. Я вот посмотрела, что здесь есть такие средства, как ПЗРК «Робот Систем-70», ракетный комплекс «Робот Систем-17» для ведения огня по наземным целям. Они относятся как раз к средствам поражения ближней зоны, ограниченной дальностью 8 километров. Есть также САУ «Арчер», также артсистема до 50 километров. Тоже то, что могло быть. Но единственное, насколько я понимаю, САУ «Арчер» произведены в Швеции, а вот 155-й миллиметров активно-реактивный снаряд, как раз М-982 «Скалибур», как раз который имеет эту возможность высокоточно уничтожать цели на расстоянии, это американский продукт. Я так понимаю, что тоже здесь может возникнуть ряд, ну скажем так, тех моментов, которые не позволят Украине использовать это вооружение, даже если, условно, Швеция официально об этом заявит. То есть, я так понимаю, Игорь, есть все-таки какие-то такие вот серьезные все-таки, нельзя сказать маленькие нюансы, но есть серьезные нюансы, из-за которых, скажем так, сегодня Украина, даже если получает возможность и разрешение от какой-либо европейской страны, все равно стоит еще смотреть технологически, технически на тот вид вооружения, которое ныне есть на территории Украины. Безусловно, мы же понимаем, что в данном случае это сборная солянка, и действительно, когда... Арчеры, кстати, могут бить до 60 километров, вот благодаря вот этим «Экскалибурам», но там есть нюанс, «Экскалибур», у них наведение происходит благодаря GPS, Россия средствами РЭП глушит возможность точного наведения, поэтому «Экскалибур» уже имеют определенные проблемы использования на территории Украины. Но, тем не менее, если сейчас говорить в общем, конечно же, мы понимаем, что нам крайне желательно получить одобрение от условных стейкхолдеров вот этой всей компании поддержки Украины, конечно же, это Германия, Франция, как мы понимаем, такое решение даст, это Соединенные Штаты Америки. Но все-таки отмечу, что и в США, и в Германии происходит все-таки дискуссия, и мы это видим, действительно. Вот вы привели пример Блинкина. Очевидно, что эта позиция, ну, как минимум, ее слышит Байден, и он слышит другие доводы, почему это нужно делать. Тот же Шольц слышит доводы, например, господина Писториуса. Да, Писториус сделал противоречивое заявление, то Украина может, имеет право бить по территории России, то там нет. Ну, в общем, у него тоже там с публичной точки зрения не сложилась единая картина. Но вполне очевидно, что он все-таки поддерживает позицию ударов по объектам агрессора. Поэтому сейчас главное, очень важное решение, например, парламентской ассамблеи НАТО, которая в политическом плане фактически так смазала национальные границы в этом вопросе, и дала, ну, чуть ли не рекомендательную позицию большинства стран Альянса. И в данном случае, я думаю, что и к этой позиции также будут прислушиваться. Я думаю, что вот в будущем у нас же 6-го числа будет встреча во Франции, встреча союзников, исходя из празднеств к ювелею высадки в Нормандии. Поэтому я думаю, что и там будут возможности все-таки переубедить наших партнеров для того, чтобы поменять мнение. Да, действительно, нам необходимо ряд, целый комплекс решений для того, чтобы это осуществить. Но либо так, либо никак. У нас так построена система защиты, система обороны, поэтому мы должны пройти этот сложный путь. С 15-16 июня Швейцария, да, саммит мира, около 90 стран, те, кто сегодня подтверждает свое участие. И, скорее всего, эти вопросы, на самом деле, точно так же, возможно, не открыто, но кулуарно будут обсуждаться, и будут тоже ряд определенных уже после озвученных решений. Игорь, вам спасибо огромное. Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегии, был с нами на связи. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.